Ребят, всем большой привет! У нас сегодня уже пятница, 10 декабря. Я сегодня на домашнем, опять же, буду сейчас убирать дома. Взяла себе, заправила за традицию делать генеральную уборку, ну, кроме каких-то таких поверхностных уборок, каждый день. Делать генеральную уборку решила все-таки по пятницам, потому что это очень круто. В пятницу все убираешь, квартира чистенькая и на выходных уже спокойно отдыхаешь. Часто я оставляла это все на субботу, ничего не получалось вовремя, потому что мы ездим куда-то в субботу по делам. Может быть, в магазины, еще куда-то. В воскресенье хочется отдохнуть. В общем, я решила, что уборка всегда будет в пятницу, а в остальные дни, в выходные, в субботу, в воскресенье мы отдыхаем. Сегодня сейчас вот хочу на кухне поубираться, пыль везде протереть во всех комнатах, пропылесосить, помыть полы. Вечером у меня по плану ужин вкусный приготовить. Сегодня у нас будет картошечка с красной рыбкой. Сейчас вытащу рыбу, как раз чуть разморозится, чтобы она вечером была нормальной уже для запекания. Что еще? Вечером хочу сделать панкейки. Давно очень не делала. Как раз есть молочко. В общем, получится, я думаю, все. И что еще? А, еще хотела сегодня позвонить, не хотела, а по-любому позвоню, придется. Мне нужно позвонить в парикмахерскую, в салон, куда я записалась на покраску волос еще две недели назад, до того, как у нас ввели 2Г на нашей земле. И спросить, примут ли они меня завтра по записи, как и было с отрицательным тестом, или все-таки к ним можно только привит, переболел. В общем, буду спрашивать, сейчас позвоню, уточню, чтобы точно знать, нужно завтра идти или нет. Если нужно, то завтра у меня на 11 термин, и я очень хочу этого, но пока не могу ничего сказать. Будет, не будет, посмотрим. Все, я сейчас начинаю заниматься домашними делами, и увидимся с вами уже похоже. Еще одно хотела вам показать и рассказать. После вчерашнего видео, где я показала нашу елочку, что она стоит на полу, очень много было мнений в комментариях, что она там потерялась, что она очень красивая, но на полу она потерялась, и ее нужно поднять на что-то, чтобы она была выше. Мы прислушались к вашему мнению. В принципе, нам тоже вчера вечером показалось, когда она уже горела, все красивенько показалось, что она где-то там внизу, ее нехорошо не видно. Поэтому я вот так вот придумала, сделала. У нас есть обычная табуретка, вот такая. Я ее обмотала вот этой штукой белой, которую я покупала, ватом, снегом, как она называется, по типу снега. И вот такая у нас подставка получилась для елочки. И теперь елочка выглядит у нас вот так, она немножко поднялась. Ну, конечно, она сейчас гирлянды не горят, не так интересно выглядит, но зато она вот на пьедестале вот так стоит теперь, гордо возвышается. И спасибо вам за ваше мнение в комментариях. Мы прислушались и посмотрите, как красиво получилось. Она полностью, конечно, поменяла свой вид. На полу она действительно маленькая, немножко потерялась, а здесь прямо идеально смотрится. И сегодня вечером уже планируем собрать сюда комод. Дима, по крайней мере, мне так обещал. Надеюсь, что он не будет сильно уставший после работы. В принципе, комод собирать недолго. Тем более, Дима уже на опыте всю мебель дома он сам собирал. Все шкафы, кровати, диваны и так далее. Поэтому комод для него, это, знаете, расплюнуть вообще не проблема. Так что надеюсь, что сегодня сюда уже встанет комод. И я планирую все вот это то, что громоздится на нашем новом столе. Планирую, чтобы оно все ушло в комод. Я хочу, чтобы у меня в комоде была праздничная какая-то посуда, которую мы используем только по праздникам, а не каждый день. Салфетки тоже, вот эти всякие салфетки с катерти на стол. Вот этот, кстати, мой маникюрный все набор уйдет тоже туда. Я его собрала вот в такой ящичек удобный. И вчера, кстати, себе сделала педикюр. Зацените. Ну, так близко не видно, но вот так все выглядит. Очень даже неплохо, я считаю, как для первого раза. Так что я довольна. Вчера еще, помните, я докупила, где он сейчас его найду, ремовер для кутикулы в ДМ. И вчера его уже использовала для педикюра. Очень он мне понравился. Действительно 15 секунд и как бы кутикула очень хорошо отходит. В общем, уже жду, чтобы мы собрали комод. И вот это все ушло в комод, чтобы этот стол как бы освободился. Хочется, чтобы он просто тут стоял, красивенький, с этими вот салфетками, которые я купила. Хочу еще, кстати, докупить еще две салфетки. Будет, я думаю, посимпатичнее. Купила только две. Нужно будет еще две таких же купить. Я их покупала, дай бог памяти, где я их купила. Не могу вспомнить. По-моему, в Кауфланде. Вот, поэтому, да, в Кауфланде купила. Уже, честно, не помню. Да, в субботу мы были в Кауфланде. Я их там купила. Вот еще две такие же куплю. И будет красивенько уже на столе. И еще хотела вам показать наши цветочки, которые мы купили. Очень даже хорошо они тут себе живут. Вот этот вот в Кауфланде купили. Пока я его разместила вот в такую тарелочку. И нужно для него купить горшок. Мы купили горшок в Кауфланде сразу белый. Но он оказался, кстати, треснутым. К моему великому сожалению. Не знаю, мы его треснули по дороге. Там в машине он треснулся или был такой. Но уже разбираться не будем. Он не настолько дорогой. В общем, надо будет купить новый беленький, наверное. Потому что у меня все вот в белых горшках. В основном вот в таких примерно керамических. А этот цветок мы тоже купили в Кауфланде. Он уже шел с этим горшком. Я вот планирую его пересадить. То есть вытащить вот этот горшок отсюда. Освободить его. И так его посадить в этот горшок. Добавить еще земли. У меня еще есть земля, которую я покупала для цветов. И думаю, уже будет хорошо все. Этот цветочек тоже уже начал опять цвести. В общем, все по плану, все хорошо. Кстати, еще где-то в комментариях были вопросы. Пью ли я какие-то витамины. На самом деле я пью витамины очень редко. Я вообще стараюсь их пить только по рецепту врача. Если их не хватает в организме, так все подряд, конечно, я не пью. Вы знаете, что я пропила, сдавала кровь на витамины, на наличие и отсутствие витаминов. Еще когда, я не помню, уже в начале октября, по-моему. И тогда мне врач прописала только витамин D. Сказала, все остальное абсолютно в норме. В итоге я пропила витамин D где-то месяц курс. И пропила еще параллельно с витамином D, пропила витамин C плюс цинк. Это чисто я так для себя решила, чтобы иммунитет был хороший. Вот. И вот сейчас пью гиалуронку плюс коллаген. Считаю, что для женщин это, конечно, очень важно. Пью я его редко. То есть, ну, курсы у меня проходят редко. Прямо таких. Последний раз я его пила года, наверное, 2-3 назад. И вот сейчас купила буквально, вот я его пью несколько недель. Купила здесь в Германии. Витаволт, вот эта компания. Очень хорошая фирма. Не знаю, он мне нравится. Уже замечаю первые результаты. Хочу вам сказать, кожа становится более такой упругой. Особенно на лице. Это чувствуется, это я только начала пить. Так что буду продолжать. Думаю, месяц-полтора обязательно попью. И там уже посмотрю по ситуации. Здесь, кстати, 120 капсул. Я их заказала на сайте. Аптека Доктор Моррис называется немецкая. Не знаю, вы, наверное, ее знаете, нет? И стоят они около, в общем, до 20 евро. Точно не больше. Около 18-16, что-то такое. Вот, 120 капсул здесь. Так что советую. Написано, что производство Германии. Вот такие вот витаминчики. Я сейчас пью только эти. Больше вообще ничего не пью. Получаю витамины от натуральных, скажем, продуктов. От овощей, фруктов и всего остального. Рыбы, мяса, круп и так далее. Ну все, я закончила убираться. Посмотрите, как чистенько вокруг. Елочка наша еще не горит. Потому что на улице, в принципе, еще не темно совсем. У меня еще там коврики лежат, которые мне надо вытряхнуть от пыли и мусора. И занести обратно это коврики с нашей спальней и с ванной комнатой. Здесь тоже все чистенько. Все готово к тому, чтобы я уже сейчас начинала готовить ужин. В роли сегодняшнего нашего ужина будет вот эта картошка. Я ее сейчас полностью помою и буду запекать вместе с кожурой. Порежу немножко напополам где-то и буду запекать вместе с кожурой. В специях во всем, но я вам сейчас покажу, как я это делаю. И еще будет вот такое мяско. Поставила его немножко, разморозится в водичке. Просто куриные голени. Я уже называю правильно. Кто-то меня исправил, там я не помню, в комментариях. Теперь называю правильно куриные голени. Спасибо вам. Здесь тоже все чистенько. Сейчас буду включать гирлянду. И буду приниматься за готовку. Дима уже звонил, сказал, что он едет. Минут 15-20 он уже подъезжает. И чтобы все успело приготовиться. Кстати, я позвонила в салон свой, куда я завтра собираюсь на покраску волос. И мне сказали, что да, без проблем я могу прийти. У меня есть термин на 10 часов. Там я записывалась еще неделю назад. Сказали, что если вы не привиты, не переболели, вы можете сделать отрицательный тест. И таким образом прийти к нам в салон. Так что завтра у меня на 10 часов запись. В 9 утра где-то мы с Димой поедем. Я сделаю себе тест отрицательный. Ну, я себе сделаю. Мне сделают официально в нашем коронатест-центре. Он находится, кстати, возле русского магазина где-то, по-моему, да? Насколько я помню. И все, с этим тестом пойду потом на покраску волос. Думаю, что Дима меня там оставит, потому что ему нет смысла заходить туда. Тем более, это будет длиться минимум час-полтора, может и больше. Поэтому он, скорее всего, уедет домой отдыхать себе. Меня покрасят, и я пойду домой пешком. Потому что салон, в принципе, находится в центре. Достаточно недалеко от нас. Все, иду, принимаюсь за готовку ужина. Жду Диму. Мы покушаем, чуть отдохнет он. И будем собирать наш комод. Вот сюда, который должен встать. Он давно уже, ну, не давно уже, дня два стоит в прихожей. Ждет своего часа. Вот он. Будем его разбирать. Сначала распаковывать, точнее, а потом собирать. И я сразу после этого полностью все вот это разберу на этом столе. Сложу все в комод. Посуду, всякие салфетки новые. Там салфетки, скатерти какие-то, тарелки. В общем, все это уйдет в комод этот. И оно как раз будет в комоде очень удобно здесь находиться. И если мне надо что-то сервировать, я просто автоматически буду брать оттуда и сервировать. Очень близко и рядом все. И потом этот стол хочу помыть и вытереть его насухо. И чтобы он красивенько тут себе стоял, ждал праздничного дня, праздничного ужина. Все, иду готовить ужин и беру вас с собой, конечно же. Итак, у нас сегодня будет самый простой ужин. Картошку хорошенько помыла. Нарезаю ее вместе с кожурой. То есть кожуру не очищаю от кожуры. Картошку нарезаю. В основном нарезаю пополам. Если картошка совсем крупная, то могу нарезать на 3-4 части. В первую часть добавляю все специи. Там у меня сухой базилик, чеснок сухой, красный перец молотый, черный перец, соль, конечно же, куркума обязательно. Оливковое масло. Все это хорошенечко перемешиваю. Вообще, конечно, лучше перемешивать рукой. Просто мне лень было идти за перчаткой. Так что перемешиваю деревянной ложкой. Выкладываю первую часть на противень. И начинаю замешивать также по такому же принципу. Уже нарезаю вторую часть картошки. Решила сделать побольше, чтобы нам хватило на сегодня и завтра. Потому что завтра я собираюсь по другим делам. И ничего такого особенного готовить не будет времени. Поэтому готовлю сейчас сразу побольше. Ну, также мариную картошку, как и предыдущую часть. Духовка уже поставила разогреваться. Где-то на 180-190 градусов. Без разницы. Картошка будет выпекаться примерно при такой температуре до готовности. Сначала картошку отправляю просто так запекаться, без фольги. Потом через полчаса накрываю фольгой. И все. Тем временем, пока картошка запекается, решила замариновать мяско. У меня вот такие куриные голени. Они уже разморозились. И тоже добавляю всякие специи. Почти такие, как в картошке. Только в мясо добавляю еще соевый соус и горчицу. У меня дижонская горчица обычная. Классическая. И все тоже хорошенько перемешиваю. Тут уже взяла перчатку, как вы видите. Все это перемешиваю. И накрываю пищевой пленкой. Отправляю в холодильник. Пока картошка испечется, как раз мясо немножко промаринуется. Настоится. И оно тоже идет в духовку потом. Тем временем нарезаю тоже салатик обычный. Все, что нашла в холодильнике. Овощи. Нарезаю их. И будет такой свежий салатик. Нарезала огурцы, помидоры, зелень нашла. Один перец зеленый. В общем, все, что осталось, все ушло в салатик. Еще добавляю к салату, конечно же, фету нашу любимую. И обязательно соль и оливковое масло. И салат тоже пока ставлю в холодильник до ужина. В принципе, вот такой ужин у нас получится. Сейчас уже покажу вам, когда будем садиться ужинать. Точнее, уже покажу результат. Надеюсь, что будет очень вкусно. Ну что, наш ужин уже готов. Посмотрите, какая красота. Салатик тоже на месте. Сейчас еще посыплю картошечку сверху вот этим сыром пармезан. Пармезану. Очень вкусный. Мелко и натертый. В общем, вкусный. Особенно картошечки. Так что будем сейчас вкусненько ужинать. И дальше заниматься кое-каким важным делом. Кстати, вино вот это я сейчас буду пробовать. Ну, то что пробовать мы уже пробовали. Чуть-чуть буду вина. Дима будет немного пива. В общем, такой у нас пятничный ужин перед выходными. Все, садимся кушать. И начинаем заниматься кое-каким еще делом. Покажу вам уже дальше. Ну что, Дима уже приехал с работы. Поэтому мы приступаем к сборке комода. Вот это его передняя лицевая часть. Ну, частично, частично он белый. На камере смотрится, что это, наверное, как черный цвет. На самом деле нет. Это темно-серый. Вот такая глянцевая с этой стороны сторона. И здесь он такой матовый изнутри. Три таких дверцы спереди будет. Ну, в общем, вы увидите уже по ходу дела. Вот это все. Еще в наборе было все вот эти инструменты. Не инструменты, а как и запчасти всякие. И, конечно же, инструкция была. Сейчас будет инструкция Дима будет собирать. Вот куски мы сюда принесли. Вот эта часть. Здесь еще куча кусков. Ну и здесь вот белые. Сейчас будем начинать собирать. Уже отсюда убрали всякие там... Что там были провода. Вот это все, что было. Я сейчас тут пропылесошу, помою. И будем уже потихонечку сюда ставить комод. В общем, начинаем. Ждите результат. Так, ну что. Наша работа закончена. Не маленькая. Вот посмотрите, как теперь у нас выглядит эта стена. Ну, согласитесь, конечно, что с вот этим комодом все смотрит абсолютно по-другому. Сразу все провода исчезли. Все, что там валялось, исчезло. Стенка приобрела красивый вид. Елочка рядом тоже неплохо смотрится. В общем, мы очень довольны. Думаю, что вам тоже понравится. Пишите в комментариях. Комод собирали долго, но он и такой, как бы... Немножко не такой простой, как в спальне. Здесь вот такие три дверцы. Дима еще сюда вобьет полочки. Здесь у нас будет системник. В общем, все провода. Вот это все, что нужно. Ротор пока здесь будет. Сюда тоже, вот смотрите, все провода туда спрятались. Мы не забивали заднюю стенку. Здесь, в этой прорези комода, чтобы все провода вошли. И здесь еще будет полочка. Две, по-моему, полки, да? Две получается. И с этой стороны тоже заднюю стенку мы сделали от комода, забили. И тоже будут полки. Сюда я планирую все перенести там весь вот этот склад, который на том столе в обеденной зоне, чтобы там было все чистенько. Так, ну вот, в принципе, так у нас это все смотрится. Мы планируем, если получится, пока у нас висит этот наш старый телевизор. Если получится, то со временем, если мы купим в ближайшее время телевизор побольше, это у нас 40 дюймов. Мы хотим на 55. Пока выбираем LG, Philips. В общем, выбираем по ценам, по скидкам, как говорится, по качеству и так далее. По маркам разным. И мы планируем тот большой телевизор не вешать на стенку, а поставить на подставке, на комод. Думаю, что там так будет намного интереснее смотреться. Ну и комод я, в принципе, уже весь помыла, кроме вот этих глянцевых дверей. Но Дима еще будет их что-то там, в общем, делать. Ну, в общем, устанавливать нормально, что-то там мерить еще, смотреть, чтобы они все хорошо встали. Поэтому я помыла весь комод, кроме этих дверц. И уже торжественно хочу вот этот мой бедный Дед Мороз, который ждет своего часа, куда его поставить. Вот он уже сюда торжественно становится на наш комодит. И потихонечку будем его тоже украшать. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится. Сейчас выключу свет, покажу вам, как еще это смотрится без света. Смотрите. Ну, прям уже полностью комната преобразилась. Вот так это все выглядит. Очень хорошо комод сочетается и с диваном, потому что он темный, темно-серый, и с ковром, и с плиткой, и со столиком. В общем, со всем. Я очень довольна результатом. Довольна, что я его заказала. Я его заказала на сайте wifai.d. Оставлю ссылку снизу, если не забуду в описании под видео. Если забыла, то напишите мне, спросите, кому это важно и интересно. Комод стоил 167 евро. Насколько я помню, он был на скидке. Так что я успела его ухватить за 167. Сейчас, смотрю, он уже стоит почти 180. В общем, вот так все смотрится. Елочка наша тоже вроде неплохо смотрится. Я сейчас только чуть-чуть подвину, может быть, сюда. Может, нет, сейчас посмотрим. И вот так у нас все получилось. Может быть, сейчас еще купим телевизор и будет вообще еще лучше. И, в принципе, у нас все готово по гостиной. Еще вот сюда, может быть, я куплю картину. Еще не придумала какую. Не нашла, точнее, какая мне нравится. Посмотрим. А так у нас везде, смотрите, уже праздничное настроение. Везде горят гирлянды, елочка. Все светится. Так что вот так. Полностью всю квартиру уже обставленную мы обязательно покажем. Я хочу обязательно записать это видео. У нас есть один рум-тур уже на канале квартиры. Но я ее показывала несколько месяцев назад, когда она еще была не до конца обставлена. Еще ни дивана здесь не было, ни стола того обеденного, не была готова зона, ни занавесок. В общем, я решила, что обязательно нужно снять видео. Поэтому в ближайшее время ждите. Будет еще один обзорчик, еще один рум-тур. А пока у нас вот такая праздничная, прекрасная, уютная атмосфера. И все. Сейчас будем отдыхать. Все дело сделали. Осталось только настроить еще чуть-чуть эти дверцы и полки туда прикрутить вовнутрь. И все. Вот Дима прикрутит полки. Я как раз перенесу все свои вот эти посуду, салфетки, все с этого стола. И планирую еще купить две такие салфетки в Кауфанде, чтобы вот их сюда тоже положить на стол. Все. С вами же сегодня прощаюсь. Спасибо вам большое, что вы были с нами, что вы нас смотрите. Пишите комментарии, лайкайте. Это очень приятно, очень поддерживает. Спасибо, что подписываетесь. Кто забывает подписываться, обязательно подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы приходило упоминание о наших видео. В общем, будем вместе. Будем дальше все снимать, вам показывать. Все. Вот на такой ноте праздничной с вами прощаюсь. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok